такие орехи продаются и к ним даются открывашки вот они с таким вот как над кольчиком внутри там орехи даже вот такие попадаются и для того чтобы их раскалывать их вот так напиливают видно чем-то явно видно что это пропил запаха хорошее идет якобы они очень сильно полезной но у меня жена их любит поэтому и покупаю и вот этим орешком дает вот такие открывашки практически готовые китовые хвосты вот так они выглядят это как раз вот этим местом раскрывать вот этот орешек толщина здесь двоечка сталюка здесь упертая и вот из такого наборчика можно наделать кучу китовых хвостов сейчас скажу размера 42 можно наделать вот китовые хвосты и 30 есть и 15 и так далее и так далее разные и вот такие вот окончания нужны и такие и такие всякие в общем всякие разные дело в том что здесь опять же можно одно на другое наложить сделать там меньше больше отчертили и все и из вот этого наборчика может получиться 7 штук разных окончаний вот так легко и просто надо нужно вот так срезать будет здесь ровная или там так сяк кому как нравится еще раз повторюсь металл здесь такой хороший привариться вот этом месте тоже не проблема что надо использовать то что у нас есть под руками тоже полезняшка у кого самодельные пробойники есть они откатаются убегают если нет возможности допустим из-за диаметра магнит поставить все легко и просто очень дорогой импортный хомутик из китая вот обычно вот так я его держу сейчас кончик еще тут заплавлю чуть потому что он так неприятный острый и уже при всем желании он никуда у вас пробойник не укатится и еще одна мелочь берем чуть-чуть вот сюда вот клеем намазываем потому что когда мы по пробойник убьем он работает вот эта штука может сползать а так когда приклеим вот так вот клеем чуть-чуть он уже никуда убегать не будет я думаю видно что вот он клей и все будет хорошо вот так моим работаем никто никому не мешает и уже никуда он ни с какой поверхности даже с покатой на крыше не укатится клеящий не остыл вот так такая мелочь а это удобство в работе потому что когда вот такой пробойник падает он падает куда-нибудь закатывается лонос туда куда-нибудь на пол это доставать неудобно и неприятно маленькие полезняшки был цветочек вот это такие на нем пластиковые зацепики на этой жердочке довольно жесткий твердый кто в цветочных магазинах бывает видео практически готовы и пробойник диаметр у вот здесь 6 миллиметров довольно жесткий практически тут если порезать 45 пробойничка с него можно сделать сейчас покажу вам как он работает нужно сказать что пробойники уже готовы один у нас острый это какая-то деревяшечка вот у нас есть пару шишечек сейчас мы с вами забьем правда немножко он тут покрошился вывод значит таким острым делать его смысла нету иначе вон у нас вот в такую форму получается итог вот вы видели как из того что надо было выкинуть можно на делать простые доступные пробойники еще раз повторяю вот чуть я его когда бил бил он обшелушился вот окончание сама я взял на шкурочке на вот такой на пятисоточки его чуть подправил пошуркал и вот она готовый деревянный такой более-менее мягкий пробойник то же самое вот из одной такой деревяшечки можно сделать 5 пробойников опять же нужны пробойники нам разной жесткости окончание можно сделать под конус как вот здесь немножко плоская допустим плоская как вот такое или заточить сферой вот и уже у вас получится набор деревянных пробойников они не такие жесткие допустим как пластиковые это это все можно и нужно применить на этом все всем пока пока до новых встреч делайте самоделки они у нас рядом находятся просто надо обратить внимание взять и сделать и пользоваться всем пока пока до новых встреч